Дядь Фёдор, ты не мог бы мне рабочее место уступить, а? А тебе зачем? Я, дядь Фёдор, идеальный пост сейчас писать буду. Раскадровку для мультфильмов давно не рисуют на бумаге. Режиссёр Иван Адлый сразу работает над аниматиком. Это что-то вроде комикса со звуком. На картинках с готовым фоном он прорисовывает основные движения персонажей, чтоб через пять месяцев получилась шестиминутная серия нового простоквашина. Чё это такое? Кто это сделал? Вот, например, кот злится. Вот мы видим по кадрам, как он кричит, злится и выходит из квартиры. И вот если это смотреть видео, то это выглядит вот так. Если тебя потрясти надо, чтоб мозги на место встали. Всё, хватит с меня этого цирка. У меня дел полно. Рыба будущего мультфильма, как по конвейеру, идёт в руки аниматору за соседним компьютером. У Александра задача сделать движения каждого героя плавными и органичными. Кадр за кадром. Она мышкой, управляет котом Матроскиным, псом Шариком и другими. Сейчас вот я делаю фазовку. То есть вот у меня такая кукла-персонаж, на него есть контролы, косточки. Я за них манипулирую. Вот мне надо сейчас вот подправить. Например, у меня торчит плечо некрасиво. Вот я беру, подминаю его. Всё это происходит в «Союзмультфильме», который отмечает юбилей. За 85 лет студия подарила не одному поколению мультики, ставшей культурным достоянием. Возьмём, к примеру, ну погоди. Ну если бы был Том и Джерри, то он бы затмел и такой успех не имел бы. Ничего подобного. Том и Джерри – это мышь и кот. А, ну погоди, это срез социальной среды. Это советский социум наш. С нами характер. Там всё, каждый рисуночек, каждый имеет значение. Стилистическим и жанровым прорывом стали конец 60-х и начало 70-х годов, когда было решено выпускать мультфильмы не только для самых маленьких. Рождаются любимцы нескольких поколений. Маугли, Жил-был-пёс, Малыш и Карлсон, Волк и Заяц из «Ну погоди», Винни-Пух, Крокодил Гена и Чебурашка. Русский язык обогащается десятками крылатых выражений. Ну, Заяц, погоди. Сейчас спою. Спокойствие, только спокойствие. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла. В бременских музыкантах сценаристы добавили в сказку братьев Гримм Трубадура и трёх разбойников в образе Никулина, Маргунова и Вицына из «Кавказской пленницы». За исключением «Принцессы» актёр Олег Анофриев поёт за всех героев, даже за атаманшу. Говорят мы пеки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Эх, ха! С 1936 года студия сняла больше полутора тысячи фильмов. Современный подход, рассказывает директор студии Борис Машковцев, требует создания героев, чьи истории нужно продумывать сразу на много серий вперёд. Вот эти 1500 наименований — это почти всегда разные герои. Да, совсем разные. Если появлялись фильмы с продолжениями, это было скорее исключением. И вот так появилась, скажем, классическая Простоквашина, или Винни-Пух, или, скажем, Умка. Теперь мы заранее работаем с системами персонажей, с мирами персонажей, которые рассчитаны на то, что мы сделаем не меньше 26 или 52 серий с этими героями. Убери сейчас чёткость, да, просто кайфует. То есть у тебя вот здесь, чтобы такое было видно, подача, да, по пластике такой. В просторном зале рождаются танцевальные движения мультгероев. На хореографе Софии специальные датчики, которые сразу оживляют нарисованного енотика. В помещении расположены камеры. Их задача — снять сигнал, получить от вот этих маркеров. Это обыкновенные силиконовые шарики, которые обклеены светоотражающей плёнкой. Вот и весь фокус. Камера страбит инфракрасным лучом, луч попадает на маркер, отражается, и камера считывает его сигнал. А в этих помещениях на цокольном этаже — мастерские старого формата. Кукольное кино теперь авторское, товар штучный и гораздо более сложный. Технология современного коммерческого мультфильма — это компьютерная графика. Но вот авторское кино создаётся ещё и в классическом творческом беспорядке, да ещё и сделанном собственными руками, как вот эти куклы. И автор постоянно должен держать в голове перемещение реальных объектов на миниатюрной сцене. Через полгода на экраны выйдет фильм Галины Голубевой по мотивам песни Аллы Пугачёвой на стихи поэта Андрея Вознесенского «Миллион алых роз». Только вместо художника, который актрису любил ту, что любила цветы, главный герой — унтер-офицер. Иногда целый день или два дня мы только свет можем выставлять или там готовить декорацию. И это как бы в неделю несколько так раз происходит, что мы смену декорации делаем. Или же снимаем сейчас. Вот, допустим, эпизод у нас театр. Мы все сцены снимаем по театру, потом убираем и уже новые выставляем. Кукольная анимация тем сложна, что если ты в середине сцены где-то вот ошибся, то приходится все заново переснимать. «Союз мультфильма» в 2021-м — это молодые сценаристы и менеджмент. А главное — доверие зрителя. Миллионные просмотры на Ютьюбе. О том, как легендарные чебурашки и генов 3D-воплощений переезжают из старого здания киностудии на Новослободской в новое вместе с командой создателей, сняли серию «Переезд». В добрый путь!